Друзья, всем привет! Олег, Ксюша, школа Crazy Salsa, и сегодня у нас Бачата, урок номер 21. И на сегодняшнем занятии мы с вами выучим первую поддержку, такую позировочку. Поскольку мы с вами все время занимались какими-то такими простыми базовыми вещами, и сегодня немножечко с вами пошалим, делаем что-то такое уже более серьезное. На самом деле все будет достаточно просто, поэтому не пугайтесь, эта поддержка очень простая. Что мы с вами делаем? Мы делаем бейсик. Раз, два, перезаводим девочку на прогулку. Пять, шесть, семь, восемь. Завели ее сюда. Дальше откручиваем ее от себя, мальчики, вы делаете шаг на месте, девочки, обычный поворот. Дальше, мальчики, опять же бейсик на месте, девочки, опять же обычный поворотик. Пришли друг к дружку. Здесь очень важно состыковаться, чтобы у вас коснулись друг друга бедра, коснулись друг друга плечики, грудь. То есть чем больше площадь соприкосновения здесь, тем лучше. Это первый момент. Момент второй. Нужно сделать вдох. Вдохнуть, чтобы девочка поняла, что так сейчас что-то будет. Вы здесь максимально сконнектились на вдохе вот в этом. И дальше, мальчики, ножку отставили в сторону и переносим вес сюда. Дальше. Вернули ее обратно. Ножку подставили. И дальше просто ее раскручиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все максимально просто. Какие основные ошибки у вас здесь возникают? Первое. Вы здесь сконнектились в бедрах, только в плечах не коннектитесь. И дальше, мальчики, вы затаскиваете ее на себя, и девочка падает на вас. Unreal. Вторая ошибка. Очень часто, девочки, вы боитесь, что вы, когда мальчик начинает вас тянуть, вы боитесь на него упасть. И вы отклячиваете бедра наоборот, оставляете их там, в стороне. И таким образом вы заваливаетесь всем весом на него. Это очень тяжело держать. Поэтому ваша задача обязательно приконнектиться. И бедрами, и плечами. Не бойтесь. Так вы будете значительно легче, нежели если будете какой-то одной частью падать на партнера. Партнеры, что у вас часто происходит? Вы начинаете заваливать партнершу на себя. Не нужно ни в коем случае этого делать. Вы себя, как памятник, как солдатика, полностью двигаете в сторону. Но, опять же, не сильно соотносите партнершу и себя. То есть, вот где-то примерно посередине пришли, я просто чуть-чуть согнул ножку, и все. И дальше вернул ее обратно. Да, я могу сделать посильнее, я могу уйти сюда побольше. Это все зависит от, как говорится, вашего желания и стремления. Но делайте поначалу немножечко, чтобы все у вас получилось. И последний, самый важный момент по поддержке, это тайминг. Смотрите, мы с вами всегда начинаем большинство танцевать с левой ноги, мальчики. На раз, девочки с правой. Соответственно, когда вы приходите в эту позицию, у вас тайминг немножко теряется. До этого вы все время ходили раз, два, три, носок, пять, шесть, семь носок. А здесь вы не ходите, поэтому вы забываете про ритм, вы его теряете. Поэтому в этой поддержке обязательно прям лучше поначалу про себя считать. Вы ее подняли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Досчитали до восьми и на раз. Раз, два, три, пошли. Пять, шесть, семь, восемь. Это прям самая распространенная ошибка, поэтому обязательно считайте. Тогда вам будет комфортно, удобно. Окей, резюмируем. Что у нас получилось? Бэйсик. Раз, два, три, прогулка. Пять, шесть, семь, откруточка. Раз, два, три, прикруточка. Пять, шесть, семь, восемь. Вдох. Раз, два, кладем. Три, четыре, ставим. Пять, шесть, выдыхаем. Семь, восемь. Проверили, что она стоит у вас на левой ноге нужной. Вы на правой. И спокойненько ее раскручиваем. Раскручиваем в том же направлении, куда вы шли на прогулку. То есть в сторону камеры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот такая вот нехитрая поддержка, благодаря которой вы сможете сделать свои танец еще немножечко интересней, насыщенней, красивей и так далее. Спасибо огромное, что были с нами. Это был Олег, Ксюша, школа Крэйзи Сальса. И увидим на следующих занятиях. Пока-пока.